Не стоит вульгарно одеваться, красные цвета, красная помада, короткие юбки, щелки и все такое, что может оттолкнуть еще больше. На экзамен я считаю, что не стоит одеваться, чтобы части тела какие-то были открыты. То есть нужно одеваться более строго. Не обязательно строгий костюм, но джинсы, по крайней мере, какие-нибудь и рубашку. Будет вполне. Вульгарно. Привлекать очень много к себе внимания. Открытые декольте, короткие юбки, чулки, например. Высокие каблуки. Все, что одевают девушки в клуб, не нужно надевать экзамен. Какой-то яркий образ, чтобы не привлекать внимание. Что-то такое скромненькое, стандартненькое, чтобы одеться рубашка, юбка. По мнению специалистов в области моды, лучшим вариантом для экзамена станет неизменная классика – белый верх, темный низ. Одеться нужно точно не в кричащие тона, какие-то спокойные, от пастельных до каких-то глубоких, темных, можно сказать, тонов в одежде нужно выбрать. Ну, прежде всего, должна быть многослойность в одежде. То есть комплекты – юбка, брюки, блузка, пиджак, там, жакету девушек. Длина юбки тоже должна быть соответствующая, то есть по колено, либо чуть ниже колена. Не нужно одевать какую-то яркую, кричащую бижутерию, блестящую. Это тоже очень отвлекает от самого процесса. Если выбираете цветные вещи, отдайте предпочтение синим и зеленым. Эти цвета стимулируют интеллектуальную деятельность. От ансамблей с набивным рисунком лучше отказаться. Такие, как правило, отвлекают. Единственное исключение – клетка. Самый актуальный тренд – это, конечно, клетка. Она уже, который сезон у нас держится, но клетка тоже не должна быть какой-то супер вызывающей. Это тоже должны быть темные какие-то, я считаю, тона. Например, темно-синий, бордовый, темно-коричневый. Отдаете предпочтение платьям – подойдут закрытые, приталенные с длинным рукавом или рукавом три четверти. Единственный недостаток – нет карманов. Положение исправит жакет. Образ будет более деловым и появится место для шпаргалок.